Добрый вечер, доброго времени суток, потому что я знаю, что некоторые люди будут смотреть, кто в разных, то есть мы с вами можем быть в разных часовых поясах, поэтому как сейчас, да, говорить. Ну, в общем, здравствуйте всем. Сейчас немного подожду, пока присоединятся. Здравствуйте всем, кто будет смотреть в эфире, вернее, в записи будет этот эфир. Как всегда, я люблю ненадолго, сегодня вечер пятницы, да, все после работы устали, хотят немножечко отдохнуть, а может быть и не немножечко, поэтому заявленная тема, просили мне как-то рассказать про мужчину под Сатурном, вот, но я решила, что будет интересно, в принципе, по той тематике, по которой я веду эфиры, то есть у меня был эфир про нептунианцев, про полтонианцев, то есть, да, про уронистов, вот, поэтому, ну вот, видите, да, то есть все бывает не случайно, у меня просто случилось форс-мажорное обстоятельство с моим домашним питомцем, да, поэтому, в общем, обстоятельства, они вот такие, да, иногда пространство считывает, да, желания других, и вот так вот получается. Ну что, я отвечу, в принципе, да, поговорим про то, как же ж, у меня еще иногда в директе спрашивают, а как определить, кто, то есть, как вы определяете, вот вы, говорит, применяете нептунианец, уронист, плутонист, сатурнианец, юпитерианец, да, как это понять, то есть, как понять вообще, как вы это все, все, ну, то есть, как в карте это все распознать, прочитать, ну, скажу так, да, то есть, это, естественно, нужно обучаться астрологии, и мы учились вот в моей школе астрологии, вчера буквально было занятие как раз-таки посвящено тому силе планеты в гороскопе, да, то есть, какая планета рулит, можно сказать, их может быть не одна, их там может быть две в вашем гороскопе, и таким образом можно по той планете, которая ведущая, там есть специальный алгоритм из десяти, из десяти пунктов, там, собственно говоря, узнаемы, да, но с сатурнианцами, в частности, эфир сегодня про людей с Сатурном, тема есть, то есть, это те люди, козероги, например, да, то есть, и мы еще поговорим, то есть, на эту тему, и плюс я поотвечаю на ваши вопросы, потому что вопросы были про Сатурн, уже там про карту, понятно, что интерпретацию в том объеме, в котором бы это была консультация, потому что я всегда говорю, то есть, какие-то кусочные, такие отбрывочные показатели из карты трактовать, ну, скажем так, с точки зрения профессии астролог некорректно, но чтобы, скажем так, да, назвать какие-то моменты, то, в принципе, в принципе, ну, такие наводочки, что это могло бы быть, я могу сказать, то есть, итак, поехали, да, то есть, сегодня мы говорим про, вот, уже спасибо за то, что, то, что уже задаете вопросы, комментирую, стелем в козероге, да, Луна, Ноль, Сатурн, Солнце, конечно, вы сатурнянец, вы сатурнянец, ярко выраженный, поэтому здесь смотрите, какая интересная история, те, кто немножечко уже в астрологии, в такую профессиональную, ну, как бы так вжиться, да, то есть, все это смотрят, то уже, наверное, уже научились большинство строить натальные карты и заметили, что, ого, оказывается, там столько много символов в этом кружке, что, а как же так, да, то есть, как определить это все, и многие замечали, например, что солнышко стоит, например, в, ну, оно может стоять, предположим, в Скорпионе, может стоять в Водолее, но у вас, например, ярко выраженные козерожьи черты, то есть, вы не чувствуете себя водолеем, вы не чувствуете себя козерогом, вы чувствуете себя структурным таким человеком долга, человеком футляра, человеком, то есть, у которого должно все быть по полочкам, да, то есть, тот, который администратор, руководитель, то есть, такой вот координатор, ну, в общем, такой директор уже, да, вот, и вы можете почувствовать в себе эти энергии, почему вы, то есть, это секрет профессиональной астрологии, многим под постами, когда я пишу такие публикации, которые касаются чистого знака, пишут, ой, а я себя так не чувствую, ну, конечно, это вполне может быть, например, смотрите, бывает такое, что когда вы, например, по знаку зодиака лев какой-нибудь, да, то есть, лев, но ваши очень важные, ну, скажем, ну, это называется диспозиторы, не буду сильно грузить астрологическими терминами, то есть, они соединены с планеткой Сатурн, и, например, планетка Сатурн влияет на управителей Солнышка, Луны, управителя гороскопа, то есть, здесь уже тоже у человека будет ярко выражена такая сатурнианская энергия. Я подытожу, то есть, наш эфир, потому что вы мне будете задавать вопросы, я буду отвечать, я думаю, потом уже, я напишу пост, да, чтобы вы тоже немножечко поисследовали свой гороскоп на предмет того, что, а может быть, я тоже сатурнианец, да, то есть, кто-то из вас смотрит, вы будете узнавать черты, например, человека Сатурна, и вы скажете, слушай, ну, точно, поищу-ка я у себя, поэтому алгоритм я напишу чуть позже, после прямого эфира, завтра или послезавтра. Ну, и так, поговорим, да, про людей Сатурна, кто это такие, то есть, однозначно, конечно, это люди, это люди системы, это люди, которые любят, чтобы, ну, трудоголиками их еще называют, да, то есть, это люди дела, люди-трудоголики, у которых есть чувство вины, даже не чувство вины, а чувство долга, чувство ответственности, чувство порядка. Конечно, вы можете мне сейчас сказать, что, ой, ну, я знаю, там, козерога такого, и он абсолютно не такой, да, и вы будете правы, то есть, но, что интересно, у козерогов есть две ипостаси, да, то есть, это люди, которые могут действительно себя просто взять вот так вот в оборот, и, ну, знаете, такие сухари, которые видят своим долгом только работу, например, есть такие люди, да, то есть, они очень ответственны, они очень ответственно относятся вообще к своей деятельности, они очень ответственно относятся вообще, в принципе, ко всему, что касается долга, что касается надо, что касается, ну, то есть, каких-то правил, да, то есть, плюс козерога можно назвать иногда блюзгой, потому что у него очень хорошо развито, скажем, такое критическое мышление. Почему? Потому что этот человек, ну вот у нас Скорпион все проверяет, да, то есть и Козерог он тоже, то есть он до всего пытается точно так же докопаться, только со своей сатурнианской такой стороны, то есть он пытается, ну скажем так, есть люди, Козероги, которые отстраивают четко свои границы, и вообще Сатурн у нас, да, планета, которая учит нас дружить со временем, то есть это планета времени, это планета тайм-менеджмента, это планета, которая, ну вообще знак Козерога, да, которым это управляет, то есть это та планетка, которая умеет отсекать лишнее, поэтому самое главное, наверное, добродетель такая, да, и благодетель Сатурна, это когда правильно используются ресурсы, которые нам даны. Почему еще Козерог, знак, то есть когда мы посмотрим на земные знаки, у нас есть три земных знака, у нас есть Телец, у нас есть знак Дева, и у нас есть Козерог, то есть, да, я немножко объясню, чтобы понимали, то есть вот у нас эволюция знаков вообще, в принципе, всех знаков Зодиака, и то есть у нас Телец это тот знак, когда мы что-то засеиваем, да, то есть начинается весна, мы начинаем, типа такие заготовочки, да, то есть мы начинаем сажать зерна. Дева, она собирает урожай, то есть начинает вести такую статистику, статистику. И что делает козерог? Козерог делает таким образом, то есть он создает такую систему, чтобы хватило на всех. То есть, ну так вот, утрируя, грубо говоря, так, ну вот так вот утрируя, то есть мы понимаем, вот вообще, в принципе, земные знаки. То есть это знаки практичные, и получается, что козерог у этой цепочки земных знаков, это самый высший такой, да, то есть, ну скажем, такая цепочка идет, идет, от простого к сложному, то есть если в земной цепочке знаков, то как раз-таки козерог, это тот знак, который наделен теми, ну, можно сказать, правами, да, так, ну вот, условно, теми правами, да, которые делает таким образом, чтобы, ну скажем, все ресурсы были четко распределены, да, консервирует. То есть задача Сатурна, а вообще задача функций, да, то есть замораживать, функции, скажем так, вот где-то ущемлять, где-то терпение и труд, то есть вот это даже, ну скажем, терпение и труд все перетрут, то есть это как раз-таки поговорка или пословица, вот я немного путаюсь с них, что такое поговорка, вернее, я знаю их отличия, но, ну, то есть определение сейчас не воспроизведу, то есть здесь терпение и труд все перетрут, да, то есть вот очень много, очень много, даже почитайте, вот пословица, поговорки, их можно даже применить в каждой планете, я такое иногда делаю, о своих угадайках, очень интересно просто по многим проводить. Поэтому Сатурниан, вообще Сатурн, это планета времени, это планета старости. И что интересно, про козерогов, если говорить, то козероги это люди, которые, ну вообще, да, дети-козерожки, они очень мудрые, не по годам, то есть они рождаются, как будто они вообще, то есть уже такие старички. Но что интересно, что касается внешности козерогов, то с возрастом эти люди могут как будто бы законсервироваться, не стареть и как будто бы даже молодеть. То есть вот это тоже такая фишка сатурнианская. С одной стороны, это планета, которая отвечает за старость, а с другой стороны, то есть так как Сатурн у нас замораживает, то такой эффект у козерогов наблюдается. Причем у меня очень несколько знакомых козерогов, и это действительно так. То есть у них нет таких черт, прям, знаете, что это такие милашки, но дело в том, что вот они реально как будто замораживаются. Поэтому что еще у нас Сатурн делает, да, хозяин козерога. То есть это люди, ну, то есть вообще мы функцию пока рассматриваем, и, соответственно, вот функция планеты, мы ее сразу примеряем на человеческий такой лад. То есть, понятно, то есть отсекать лишнее, это вообще, это функция Сатурна, потому что это еще отчасти, то есть умение, ну, как бы, какое-то некое прошлое, да, то есть какая-то некая память, потому что у нас есть цепот, ну, то есть есть ось 4-10, Луна-Сатурн, то есть такая некая память, память поколений, то есть вот здесь это тоже про это, то есть, ну, потому что Сатурн, это как бы история еще, то есть здесь тоже наряду с Луной, то есть, да, как бы Сатурн говорит так, ты должен помнить историю, ты должен извлечь какие-то уроки, почему еще, я же говорю, детки-козерожки, они иногда рождаются уже маленькими, но они иногда как будто бы мудрецы, не зря говорят, да, что когда мы там набираемся какого-то опыта, вот поэтому, что еще делает Сатурн? Он помогает нам набираться опыта, он помогает нам держать себя в неких границах, в неких рамках, почему это еще такая Сатурн, почему это еще планета государства, да, почему? Потому что в государстве есть некие правила, которым нужно следовать, и эти правила, которые, да, иногда ограничивают свободу там таких людей, да, я вполне, да, фотография, что интересно, я сейчас вам скажу, что все вот замечено, да, вот мною, в гороскопах тех людей, которые стилисты, стилисты, очень классные парикмахеры, которые видят четко форму, которые просто могут вас подстричь, просто, знаете, вот как вот, ну, скажем, волосиночка к волосиночке, которые могут создать вам просто идеальный мейкап, или это какие-то даже дизайнерские работы, с какими-то очень классными графическими структурами, то у этих людей Венера, соединение Сатурн очень выражены, причем, если это женский гороскоп, то здесь, как, ну, как сейчас, да, модно говорить, компенсаторная астрология, то, как правило, эти женщины даже выбирают, что-то связанное с дизайном, либо же со стилистиком, и, в принципе, можно даже им советовать, да, что если, например, женщина думала, да, вот мне так нравится этим заниматься, но я не знаю, подойдет мне или не подойдет, если мы видим такое соединение, особенно соединение, или другой какой-то аспект, ну, там, квадратура, оппозиция, то, в принципе, вот этот вот аспект можно разместить непосредственно в такую компенсаторную, да, для человека, особенно для женщины, ну, мужчина тоже, я думаю, может быть действительно фотографом, если там есть Нептуна еще, то есть, когда он видит четкие формы, поэтому, да, ну, вообще, на самом деле, вам честно скажу, да, нет чистых профессий, когда, например, да, мы можем четко как-то там, да, определить, но все равно все профессии у нас бывают смешанные, там, нужна одна и другая, там, да, например, хирурги, здесь очень часто у хирургов в картах, например, есть напряжение между Сатурном и Марсом, то есть именно напряжение считается более благоприятным аспектом, потому что здесь как раз-таки это есть напряжение, когда человеку нужно вот это напряжение куда-то размещать, и это считается одним из самых хороших аспектов в карте у хирурга, то есть потому что Марс – это железные предметы, то есть это боль, это кровь, это, ну, в конце концов, мышцы, мясо, там, ну, да, ну, в таком эквиваленте, ну, не мясо, как бы покорректнее назвать, но тем не менее, да, и Сатурн – это мы понимаем, что Сатурн – это та планета, которая все очень четко проверит, да, которая не будет торопиться, которой дано как раз-таки сделать правильные выводы, вот, асцендент у меня, это тоже про меня, да, то есть асцендент в знаке Козерог, да, частично про вас говорит, да, то есть он тоже частично вас характеризует, то есть он дает вам некие качества, потому что асцендент – это одно из, ну, то есть одна из, один из элементов ядра личности, да, поэтому у нас Солнце, Луна и асцендент, то есть три составляющие ядра личности, которые, в принципе, характеризуют человека, поэтому, конечно, следует обратить внимание на ваш Сатурн, где он размещен, в каком там доме, да, в каких знаках, но асцендент в Козероге, да, он будет уже давать вам некие характеристики в вашу такую, ну, в ваш характер, вообще в ваши даже поведенческие реакции, то есть некую такую Козерожью, ну, скажем, Козерожью жилку, то есть здесь еще Сатурнианцы, ну, я так называю, да, этих людей, конечно, они могут казаться иногда черствыми, иногда бесчувственными, да, то есть такое ощущение, что этих людей просто нет на самом деле, ну, вот, вообще чувств, то есть, да, потому что, конечно, это действительно бывает так, что чувства будто бы приморожены у этих людей, но вы знаете, что самое интересное, вот мужчины-козероги, это лучшие отцы, которых я знаю, то есть это, это мужчина, вот именно мужчины почему-то, но мне попадаются мужчины-козероги, то есть это отцы, наверное, противознак Луны, на них очень сильно действует, это очень, очень переживательные отцы, которые действительно, ну, то есть берут на себя ответственность за своих детей, то есть Сатурн это еще большая ответственность, да, когда человек может взять на себя ответственность за других людей, почему Сатурн планета у руководителей, то есть это умение брать ответственность за других, это умение соблюдать субординацию, То есть мы должны, в принципе, для того, чтобы даже чего-то достичь, как мы это достигаем. То есть все сдавали экзамены, все учились на кого-то. То есть когда все даже, например, начинали какое-то свое дело, стартап, здесь Сатурн обязательно нужен, потому что для того, чтобы дело как-то держалось, даже для того, чтобы оно началось, нужен огонь. Но для того, чтобы оно шло, 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 и никуда, ну и так вот продолжалось, нужно терпение, иногда нужно терпение колоссально. Поэтому Сатурн это еще та планета, которая как раз-таки нам это терпение дает. Плюс еще раз вернусь про субординацию. То есть Сатурн еще нас учит правильной субординации. То есть не умея понимать, например, субординацию, мы поступаем на работу, мы должны понимать, что да, этот человек, например, который над нами, руководитель, ну, я не беру те случаи, да, когда там, там, самодур или там еще что-то такое. То есть мы поступаем, и люди с качеством, с пониманием сатурнянской энергии, то есть они понимают, что я поступаю на работу, да, то есть есть некие правила, которые я должен, ну, то есть соблюдать. Это Сатурн, то есть да, есть правила. Это не говорится о том, что если, например, человека унижают, он должен для них петь. Нет, это не об этом. То есть да, здесь Сатурн учит нас, что он делает так раз-два, то есть чтобы вот, ну, то есть чтобы система как швейцарские часы работала, да, то есть для этого сатурнянцы очень хорошо придумывают как раз-таки, и они могут создавать системы. Наряду вот еще помощник у них Дева, то есть, да, Дева – это те люди, которые могут четко прям вам разложить все алгоритмы вот так вот по линтикам, по болтикам, то есть создать очень классную работающую схему, там, организационную, то есть или вот так вот, да, по пунктикам, вот, а Козирог, то есть этим может управлять, он может в этом разобраться и, соответственно, правильно, ну, скажем так, вот, ну, как бы это сказать, определить роль, например, да, то есть определить ролик, кто за что отвечает. Поэтому у меня в карте Сатурн в Синемом Доме, что это значит? Вот уже отвечают, ваше окружение может быть таким, то есть, да, это может быть даже ваши партнеры, ваши друзья, может быть, ваша подруга Козирог вполне, то есть здесь я немножко отвлекусь на вопрос, поэтому, в общем-то, сатурнянцы, ребята, интересные, да, такие, с одной стороны, может показаться, что это люди холодные, что это люди брюзги, потому что они могут действительно следовать определенным правилам, они могут быть заняты, например, своей карьерой, это действительно так, то есть они, они даже, вы знаете, даже маленькие дети, они понимают, что для того, чтобы, даже если они не хотят что-то делать, я почему вам это еще говорю, потому что у меня сын Козирог, то есть он некоторые моменты он не хочет делать, у него солнце в пятом доме, он говорит так, никакой личной жизни, только там вот эта учеба и все, я говорю, ну не тело, он говорит, я не могу, я говорю, почему, ну как, ну я же должен, то есть знаете, вот такой ответ от Козирога, то есть, ну я же должен, поэтому я могу, да, так вот, даже с личного опыта вам рассказать про Козирогов, потому что вот у меня сынуля Козирог, и что поразительно, в самом детстве это действительно был как маленький мудрец, и я общалась тоже с некоторыми, да, с девочками, у которых тоже сыновья, вот под этим знаком, и девочки говорят, ну как будто, вот знаете, родился такой маленький мудрец, который такие вещи говорит, ну вот не по годам, поэтому вот Козироги, они действительно могут обладать вот этой такой житейской мудрости, естественно, чтобы вы понимали, есть личный гороскоп, который может перепрошить там, да, например, это будет не Козирога больше водолея, соответственно, от Козирога ничего не останется, но по классике жанра, человек-сатурнянец, это человек, у которого очень сильно развито чувство долга, который, как правило, может на себя очень-очень много возложить обязанностей за других людей, то есть, да, и здесь главное не свалиться, то есть здесь вот может быть две стороны медали, один такая, да, хорошая поставь Козирога, когда я чётко могу очертить свои границы, когда я чётко могу, то есть, понимать, да, что лишнее, потому что это задача Сатурна, то есть отсекать то, что лишнее, то есть я могу чётко выстроить какую-то рабочую схему, систему, чтобы не делать лишних телодвижений, да, я могу вначале очень много поработать, я понимаю, что для того, чтобы не достичь результата, мне нужно вложиться, но есть другая сторона Сатурна, то есть, да, это вот такая деструктивная, которая может разрушать, то есть это чувство вины, чувство долга, когда человек просто скатывается в того, что он не может никому отказать, что он взваливает на себя, как правило, очень много-много обязанностей, да, то есть он взваливает на себя за семью, за там, если он там занял какую-то должность, даже за коллег, то есть есть такие люди, например, которых можно, ну, вот, ну, сделаешь, да, там, как, знаете, есть такое, кто везёт, того и погоняет, вот приблизительно другая сторона Сатурна может превратиться вот в такого ещё козерога, да, то есть сатурнянца, который действительно себя просто завалил чувством вины, чувства долга, и тогда, когда система работает неправильно, когда система работает в ущерб своему хозяину, начинает рушиться что? Начинает разрушаться костная система, начинает болеть спинка, начинает болеть плечи, начинает болеть шейка, то есть это даже касается уже просто даже не чистых, да, сатурнянцев, ну, не то чтобы вообще в принципе, а это касается людей, потому что Сатурн отвечает у нас и козерог, то есть Сатурн, в частности, отвечает у нас за позвоночник в теле, то есть, да, по медицинской астрологии он отвечает за позвоночник, и это является самой высокой, он отвечает за самый высокий дом, за нашу карьеру, в том числе за нашу такую некую жизнедеятельность, и, соответственно, здесь нужно чётко понимать, да, то есть чётко понимать, очерчивать свои границы, чётко знать долг и вина, то есть, да, чтобы не скатиться, не дай Бог, то есть обязательно соблюдать, естественно, это не говорит о том, что я ничего никому не должен, поэтому всё, то есть Сатурн этого не простит, потому что Сатурн простит здоровые границы, взятие на себя ответственности за те вещи, за которые мы должны быть, да, ответственны, то есть если мы родители, мы ответственны за детей, если мы работаем, например, на работе, и у нас есть какой-то участок, за который мы отвечаем, это вот Сатурн, то есть он отвечает за вот это, да, то есть он отвечает за некую такую ответственность, за то, что у нас, ну, то есть за некие такие правила, которые есть, вот поэтому вот здесь вот такой момент, Поэтому когда у вас, ну я думаю, что некоторые уже, сейчас информации очень много про психосоматику, это действительно так, то есть когда вы начинаете взваливать на себя больше, чем бы то положено, либо же вы переживаете за безопасность вообще в принципе свою, потому что Сатурн еще отчасти отвечает за страх, то есть за страх не состояться, и еще Сатурн отвечает за нашу социальную, за наш жизненный позвоночник, то есть за, то есть тоже социальную некую ценность, то есть у нас две планеты есть социальные, которые отвечают за нашу социальную ценность, это Юпитер, вот, и соответственно Сатурн, но Сатурн он такой, то есть да, он должен понимать, а что я представляю в этой жизни, на что я могу опираться, например, до, ну там вообще до конца жизни, оборот Сатурна 30 лет, поэтому в 29 там с копейками, да, мы проходим первый экзамен, то есть он спрашивает, а вообще ты чего-то там, какие-то ценности, да, и вообще ты чего-то достиг, например, как профессионал в социальном обществе, потому что все-таки мы социальные животные, да, то есть мы как вид человека социальные животные, поэтому нам нужно обязательно знать, то есть да, какую роль в этом обществе мы занимаем. И соответственно в 60 лет там у нас как бы пенсия, да, идет, и тут как раз-таки, когда ты вот это наработал, в 30 лет первый раз с нас спрашивают, в 60 лет второй раз, да, то есть еще один полуоборот, и там уже тоже идет такая, ну то есть мы уже оглядываемся и думаем, а чего я правда еще там, да, какие я еще навыки профессиональные, потому что Сатурн еще отвечает за некую профессиональную деятельность, а чего я там правда наработал вообще, да, чтобы я мог не беспокоиться за себя, чтобы я мог на эти навыки, на эти знания, на то, кем я стал опираться, понимаете, мы не будем опираться там на Венеру, там на Марс просто это делать, но мы должны опираться на что-то, потому что как раз это же, поэтому эта жизнь отвечает за позвоночник, да, поэтому для понимания в социальном обществе, кто ты, что ты вообще, даже чем ты будешь себя, скажем, да, выстраивать свои, свои вот эти вот плацдармы, бастионы, на которых ты будешь держаться, вот этот фундамент, за это отвечает вот этот самый Сатурн. Ладно, я чего-то пошла в какую-то уже философию, наверное, в общем, давайте так, сейчас сатурнянцы, да, то есть еще раз, кто такие люди сатурнянцы, это люди, у которых, либо же это козероги ярко выражены, либо это же люди, у которых в карте элементы, например, Солнце в соединении с Сатурном, ну или в соединении, или в каком-то мажорном аспекте, оппозиция, квадратура, там, трин, секстиль, конечно, это будет очень чувствоваться, если это будет соединение, квадрат и оппозиция, то есть эти люди больше будут чувствовать всю вот эту энергию сатурнянскую. Луна, то же самое, то есть, да, как правило, Луна, когда в карте с Сатурном, это люди-трудоголики, это люди, которые, ну, Солнце с Сатурном, то есть здесь можно это все разместить в такой профессии социальной. Луну Сатурн, скажем так, вот, как бы это сказать, ее хуже прорабатывать, ну, даже как бы не то, что прорабатывать, она замораживает нашу эмоциональную составляющую отчасти, да, и делает человека таким, что он уже на себя взваливает должен, вина, то есть если у человека там проблемы, скажем так, вот, да, с самого детства были, например, ну, там, как-то вот его уже так растили в чувстве долгии, в чувстве вины, то сбросить вот это вот качество, это будет очень тяжело, то есть, и, соответственно, у человека могут быть нарушены границы, человеку сложно отказать, очень часто с таким, и поэтому человек не верит в свои силы, то есть имейте в виду, то есть Луна, когда она имеет какой-то аспект, человек не верит просто в себя, он не верит, что все просто так дается, то есть у него, естественно, уже идет установка такая подсознательная, что все только тяжелым трудом, что все только через ограничения, ну, именно через такие большие ограничения, то есть я к тому, что говорю так про экологичность, да, то есть ограничения через терпение труд мы всегда все добиваемся, то есть это однозначно, не бывает так просто, раз и ты стал врачом, раз и ты стал специалистом высококлассным, Для этого действительно нужно вложиться, но у этих людей действительно оно таким образом устроено, что они могут взваливать на себя больше, чем бы то ни было, то есть они чувствуют себя ответственными, обязанными иногда прям за целую семью. Вот, теперь я отвечу на ваши вопросики, так, а вот не на вопросик, а скажу спасибо, мне вот кто-то из вас пожелал позитивного дня, то есть спасибо большое, мне очень приятно, ну уж позвольте, да, это будет не вопрос, а такое вот, приятно слышать теплые слова. Так, значит, так, 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 значит, вопрос следующий для тех, кто будет смотреть записи, потому что сейчас Инстаграм не сохраняет вопросы, то есть транзитность Сатурна в оппозиции к Луне можно ли проработать, использовать для себя? Здесь все зависит от того, насколько Сатурн действительно имеет ли он, например, аспект у вас на тайной карте с Луной, да, если он имеет, то, соответственно, это, наоборот, утрирование тех качеств, про которые я только что сказала. Например, чувство вины, чувство долга, это может быть чувство, например, можно почувствовать, когда я не состоюсь как-то в обществе в этом, да, то есть я как-то не состоялся и вообще кто я в этой жизни, то есть бывает такое, то есть это может давать. А в целом, если говорить в принципе, не зная карту, то Сатурн может давать, как бы это сказать, может давать немного депрессивные настроения, Сатурн это может, то есть имейте в виду, это с одной стороны, и он может ослаблять иммунитет, то есть таким образом, что человек может, ну вот просто даже чувствовать недомогания какие-то. Поэтому вот я бы посоветовала на таком именно, на таком транзите соблюдать режим труда и отдыха и, наверное, тут не впадать, скажем, в такие депрессивные состояния, если у вас, например, вы думаете, что ой, ну что-то правда я как-то вот не состоялся, да, вот что-то, ну как-то я вообще, кто я в этом мире, то есть не вовлекаться в эти депрессии, а просто пересмотреть, например, да, какую-то свою деятельность. И по Сатурну можно начать здесь что-то делать для своего здоровья, например, вести какую-то полезную привычку. Сатурн любит правила, Сатурн любит, то есть, как бы это сказать, регулярность, поэтому видите, какую-то, тут еще зависит от того, в каком доме Луна, поэтому, ну вот насколько я могу это ответить, да, настолько вот, значит, отвечаю на этот ваш вопрос. Так, значит, вопрос следующий, Сатурн на Куспеи 8 дома, как определить это Сатурн или 8 дом в событии проигрывается? Ну, тут как определить, то есть, здесь немного, то есть, да, там есть, по-моему, еще, ну, еще один вопрос, я, в принципе, знаю карту, как определить. То есть, здесь Сатурн однозначно будет влиять на Куспеи 8 дома, то есть, да, на сферу 8 дома. И что я замечаю с таким соединением, это уже, я уже видела не одну карту, а несколько карт таких. То есть, очень часто Сатурн, как социальная наша, такая социальная деятельность, люди такие, как правило, имеют в своей жизни работу, когда они структурируют чужие доходы, да, то есть, когда они, например, отвечают за чужие ресурсы. Потому что Сатурн, это лучшая планета, которая все структурирует, которая ничего не упустит, поэтому это руководители могут быть, которые отвечают за, то есть, за чужие ресурсы, за большой коллектив людей, либо же за большие финансы, например, в какой-то корпорации или в какой-то компании. Это одна сторона медали, да. С другой стороны, например, можно распоряжаться деньгами супруга, потому что 8 дом, это производный дом от 7, поэтому вы можете, в общем, так использовать. Тут еще Сатурн иногда может занимать фигуру отца, и, соответственно, здесь это может проигрываться, например, как фигура отца, ну, как-то вот она запечатлилась в жизни ребенка не очень позитивно, да, например, с ним связаны какие-то, ну, такие не очень приятные события. Что еще мы, ну, здесь могут быть задержки в получении кредитов, например, то же самое, то есть, тут, конечно, все зависит еще от самого управителя 8 дома, не только от Сатурна. Сатурн, конечно, на Куспиде будет оказывать большое влияние, но, то есть, как я замечала, то есть, Сатурн шикарно можно размещать в руководстве, да, в администрировании чужих ресурсов, чужих финансов, чужих человеческих ресурсов, может быть, в бизнес-проектах, да, то есть, занимать такую роль координатора и администратора, то есть, например, это бизнес мужа, это, например, какая-то, какой-то бизнес с мужем, или вообще, в принципе, с партнером, с каким-либо, и вы занимаете просто роль координатора, вы занимаете роль того человека, который просто берет и эти проекты, ну, то есть, всех стыкует, да, то есть, ну, грубо говоря, такой администратор. Вот, поэтому вот таким образом, вот таким образом можно, так, да, тут еще вопрос, как снизить, ну, то есть вопрос, какие действия по Сатурну на К-8 позволяют снизить его воздействие, но я, в принципе, сейчас уже на него ответила, да, поэтому идем дальше. Так, 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 Сатурн в 12 доме в Стрельце, аспекты только к узлам, триносик стиль, эзотерика и событийность, смотрите, одного такого просто Сатурна в 12 очень мало, то есть отчасти, например, это действительно может говорить о том, что, например, вы можете в своей жизни опираться на эзотерику, на мистику, вам интересно, да, узнавать что-то такое со своим каким-то духовным миром, Сатурн может говорить, указывать, например, на вашу деятельность профессиональную, которая вам тоже нравится, в зависимости от того, вообще, Сатурн каким домом управляет. Сатурн может еще давать такое, что я люблю побыть в одиночестве, то есть, да, я люблю, может, какие-то ретритики и, в принципе, моя такая жизненная позиция, в принципе, что я опираюсь, когда я один, например, что, ну, как-то мне и неплохо, да, ну, в смысле, когда я нахожусь там в каком-то своем уголке, в скамерке, мне, в принципе, неплохо, поэтому, ну, так вот, больше, больше ответить не могу, потому что, ну, это такой вопрос, когда карту нужно смотреть. Солнце в Стрельцовском доме в соединении с Сатурном в 10, на что, ну, на что обращать внимание, на то есть, он вам мешает как-то, то есть, да, Солнце Стрельцовское, 11 дом, здесь, ну, вот, да, Сатурн, вот, подтверждаю, да, Сатурн на К8 и я главу крупнокорпорации распоряжаю чужими деньгами в больших объемах, вот, пожалуйста, то есть, да, ну, то есть, как проиграть, как задобрить К8, то есть, берем чьи-нибудь ресурсы, говорим, так, я буду управляющим твоими ресурсами, мне можно верить, потому что я четко, тебя точно, то есть, все, все под контролем будет. Так, ну, вопрос, возвращаясь к вопросу, Солнце в Стрельце в 11, в соединении с Сатурном в 10, подождите, в соединении с Сатурном в Стрельце в 10 доме, ну, я тогда не понимаю, получается, у вас соединение на Куспиде 11 дома, вот, ну, здесь немного, да, так сумбурно написано, то есть, получается, у вас Сатурн с 10 дома, Солнце в 11 доме, как проработать, ну, берите на себя ответственность, да, наверняка у вас, возможно, если вы здесь в эфире, то, ну, напишите, кем вы работаете, наверняка, может быть, вы работаете руководителем, да, то есть, и Сатурн этот размещаете как раз, как гуру наставник, ну, потому что информации мало, то есть, вас, например, мог папа быть большим руководителем, да, то есть, который в вас прививал терпение, труд, то есть, и так, доча, давай, ну, потому что у меня женщина здесь, да, я думаю, не ошибусь, если скажу доча, так, доча, давай, вот только, вот только через правила, только так, только ты комсомолка, там, да, и активистка, вот, и тебе будет радость в этой жизни, поэтому вот так. Ой, классный вопрос, спасибо, да, как подружиться с Сатурном, чтобы не стать врагами, ну, во-первых, брать ответственность однозначно, значит, анализировать свой прошлый опыт однозначно, но не застревать в нем, потому что Сатурн не любит застреваний, да, там у нас еще и полуточек отвечает за то, чтобы отсекать, поэтому, что и подружиться с Сатурном, однозначно не быть инфантильным, однозначно не быть капризным и однозначно брать ответственность и находить какие-то опоры в жизни, посмотрите, где стоит Сатурн в вашем доме, да, то есть, это, соответственно, эта сфера будет являться для вас, ну, то есть, эта сфера будет являться для вас такой основополагающей, на которую вы можете опираться, то есть, да, поэтому, как еще подружиться, чтобы не стать с врагами, ну, отстраивать свои границы, не впадать, скажем, да, в, с одной стороны, в инфантильную позицию, с другой стороны, когда тебе, когда ты чувствуешь, что тебе, что ты всем обязан, всем должен, и ты не умеешь отказать, и умеешь не сказать нет, то есть, понимать, что есть люди, где нужно проявить субординацию в том плане, что, если этот человек главнее, старше тебя, да, то ты не включаешь, опять-таки же, инфантильного ребенка по Луне, что я такой маленький и по Солнцу, потому что здесь интересно, что и Солнце, вернее, Сатурн и в Раке, и в Солнце, он слаб, да, то есть, он находится в слабом для себя эссенциальном положении, поэтому здесь включается такая некая, отчасти, инфантильная позиция, то есть, может включаться, да, я не могу на себя брать ответственность, если я на кого-нибудь ее спихну, или пусть придет кто-то главнее, то есть, да, и я там как-то вот эту всю свою ответственность на него спихну, да, скажу, что пусть он отвечает, поэтому здесь вот такая вот интересная штука, и здесь вы должны четко понимать, чего вы хотите, потому что по Сатурну он четко отсекает брехню, извините из огражения, да, вранье, то есть, вы должны понимать, это ваше или не ваше, то есть, это ваше желание или не ваше желание, именно Сатурн помогает как раз таки вот это все дело, то есть Юпитер он так расширил, ой, боже мой вот это мне хочется а Сатурн такой следующий идет, да, после Юпитера он говорит, так, а давай-ка мы с тобой немножечко тут подрихтуем, потому что скорее всего вот это вот, это не твое, поэтому вот здесь вот так вот подружиться так так, так, так так Сатурн в 10 доме, там же Раху и Солнце такая позиция, что такая позиция а вы, наверное, сами себе можете ответить ну, то есть если вы здесь на эфире, а что такая вам позиция дает? Солнце высокое, Сатурн, Северный узел в 10 доме, однозначно это, ну, то есть так такая хорошая заявка на руководителя, хорошая заявка на человека, который является, например, сам каким-то, ну, специалистом в какой-либо области, да, то есть ну, если вы солнышко мужу не отдали то, в принципе, если вы замужем то, если вы, например, домохозяйка или вы не хотите, например, как-то развиваться, ну, то есть, да, там как-то вот, ну, ничего страшного, я здесь посижу замужем, тогда ваш муж будет расти, да, по карьерной лестнице, если нет, то тут прямая задача брать на себя ответственность, и это смотрите, брать на себя ответственность это не только, что интересно не только брать, например, ну, то есть карьеру какую-то завоевывать, да, то есть это тоже не про это, то есть это брать ответственность за семью, брать ответственность за ребенка иногда, брать ответственность просто за свою жизнь, да, то есть не просто так, а, меня это не касается, поэтому я это не узнала или не узнала или еще чего-то такого, так вот Сатурн не работает, вот, и Сатурн еще скажу так, да, Сатурн он задерживает немного ту сферу жизни, где он находится, поэтому в вашем случае карьера, она может быть такая поступательная, то есть это не феерический такой подъем, а вот так вот поступательно-поступательно. Так, прям много вопросиков, так-так-так, так, сейчас я Сатурн транзитного позиции, это тоже я ответила, седьмой дом в Козероге, а Сатурн в пятом доме, но это, если смотреть по связям, то это говорит о том, что познакомиться со своим партнером можно на какой-нибудь движушке, на каком-нибудь там празднике, здесь же это может говорить брак по любви, ну то есть здесь очень много, здесь, например, может говорить какой-то творческий проект, например, с супругом, да, или какой-то бизнес такой, вот здесь, ну вот так вот можно сказать, Сатурн в пятом еще, ну как сама планета, например, да, он может говорить о том, что очень, например, высокие требования к любимым людям, то есть когда я прям вот так вот по-сатурнянски их прям так вот мониторю, то есть на, скажем, на профпригодность, да, в качестве моего любимого человека, может иногда давать такие, ну, отстраненные где-то отношения с детьми, но не всегда, имейте в виду, а может давать просто ребенка-козерога вполне, то есть, да, такого козерожного, такого типажа очень часто, поэтому вот здесь вот, ну, это есть в двух словах. Так, возврат Сатурна, вопрос, что будет важно, как смягчить период, смотрите, если вы живете с позиции, что я знаю, что я хочу от этой жизни, если вы живете с позиции, что я, ну, то есть не буду просто сидеть и мечтать, а я буду что-то делать для достижения тех хотелок, тех вообще, в принципе, да, вообще что-то делать, тогда Сатурн вам не грозит, да, то есть, ну, в смысле, вам не грозит, даже не то, что Сатурн, а вам не грозит вот этот период 30-летних, когда, ну, уже довольно-таки, да, когда мы доходим до какого-то рубежа, мы такие оглядываемся, блин, вроде 30 лет, я смотрю, там, одноклассники, там, уже там, за в отделением, например, да, там, о, этот, там, контору свою открыла, я такой смотрю на себя, ну, я беру и девочек, и мужчин, то есть, а я что-то как-то вот, что-то ледокрасное пропела, да, глянуться не успела, но это вот из этой оперы, поэтому Сатурн, по большому счету, он просто, ну, говорит, что, ну, собственно говоря, это период еще, да, чтобы, наверное, ну, такая переоценка ценностей, вообще, куда, 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 собственно, обратите внимание, в каком доме он у вас стоит, какими домами управляет, и эти вот сферы, они будут, скажем так, более востребованы, и вполне возможно, у вас там будет, либо же вы будете чувствовать, что у вас какой-то кризис жанра, и вы в тупике, либо же, напротив, вы получаете плюшки от судьбы, у меня, например, в 30 лет я поменяла работу, то есть, я поменяла работу, причем на такую, на лучшую работу, не могу сказать, что я прям сразу там, да, какую-то должность поменяла, но, в принципе, для меня 30 лет, он не сказался каким-то таким вот, знаете, ужасным периодом, что у меня там чего-то посыпалось, я ничего там такого не делала, прям специального, да, но у меня был какой-то такой вот в голове пунктик, надо как-то вот, как-то вот, надо по карьере там, да, надо как-то чего-то добиться, чего-то, поэтому, может быть, поэтому он меня так вот, как-то так вот пожалел, а потом еще и должность подарил, вот, поэтому вот здесь вот так. Вопрос, транзитный Сатурн пришел к Натальному Юпитеру в 10 доме, чего, чего, ну, если вы были хорошей девочкой, то ждите плюшек, да, вот, если вы там, например, если тут смотрите отголоски у вас, ну, смотря где вы работаете, можете начать какой-нибудь проект, если вы работаете на себя, вы можете получить предложение по работе, и опять-таки же, если вы были хорошей девочке, брали на себя ответственность, у вас ответственная руководитель, ну, там, даже руководящая, или просто там вы были хорошим, там, например, специалистом на счету, потому что 10 дом все-таки это социальная некая реализация, а может быть вы замуж выйдете, например, вам сделают предложение. Все зависит от того, например, чем управляет Юпитер, куда пойдут отголоски, чем управляет Сатурн, где Сатурн стоит. Вот здесь вот эти темки, они будут у вас, скажем так, востребованы. Поэтому, ну, в общем-то, как-то вот таким образом. Если так вкратце. Сатурн соединение Солнца в третьем близнецах, и на них Тау-квадрат Марс-Плутон. Чем опасно? Ух ты! Давайте, ну, если вы здесь, то есть с кем вы работаете? Кем вы работаете? Сатурн, соединение Солнца в третьем близнецах. То есть очень интересно, да, вы можете вплоть до того, что даже быть тут и Марс, и Плутон. Ну, я их просто сейчас нарисую себе, да, то есть Марс-Плутон. Ну, такая у вас прям это, в каких домах, например, да, Марс-Плутон? Если говорите, чем это грозит, чем опасно, ну, если вы прожили, сколько вам лет, да, то есть как-то, наверное, прожили и, в принципе, ну, прожили. Здесь очень важно, является ли, например, Сатурн управителем, или Солнце управителем третьего дома. Если такое есть, то это может быть формула ДТП, как вот такая классическая формула в астрологии. Ну, я не хочу вас пугать просто, да, здесь может это говорить о том, что, то есть, ну, могут быть какие-то вопросы на дорогах. Поэтому здесь вот с этим аккуратно. Третий дом – это информация. То есть третий дом – это информация, это братья-сестры, может быть, вам портят жизнь братья-сестры. Или, например, он у вас очень сильно проигрывался в школьном периоде, да, или, например, вы что-то начинаете учить, и у вас постоянно какие-то траблы, и вы не можете там закончить обучение, да, вот. Ну, в общем-то, или соседи какие-нибудь коварные, которые портят вам жизнь, которые постоянно там дерутся, там какие-то, ну, постоянно у них там происходят какие-то движухи, вот, и портят вам жизнь. Очень много, понимаете, здесь тех моментов, которые можно по вот этой того квадратуре рассказать, потому что здесь, ну, как правило, все зависит от работы. Может, вы журналист, криминалист какой-нибудь, да, то есть, если, например, это третий дом, или, например, СММщик, то можете писать какие-нибудь очень страшные истории, потому что солнце в близнецах, то есть это писать, говорить, например, да, то есть попробуйте. Может быть, вы любите детективы читать или писать то же самое, да, то есть, может, какие-то сексуальные штучки, то есть, поэтому, в общем-то, вот здесь вот такая вот история, ну, то есть, очень много можно придумать вам, еще исходя из того, где ваша Луна, где ваш, например, управитель первого, то есть, ну, в общем, очень много. Где ваш Меркурий стоит? Для того, чтобы вам вот более детально ответить, нужно смотреть, приходите на астротренировки разбирать свои кейсы. На самом-то деле, да, то есть, я беру отпуск там до августа, потому что мы так подустали, мы очень плотно поработали на астротренировках. Цена вообще просто смешная. Я это задумала для того, чтобы астрологи набирались профессионального опыта, чтобы смотрели, а что такое действительно разбор. И просто люди, вы посмотрели, что такое разбор натальной карты, что это не просто солнце в доме, не просто трактовка, а мы вот это все дело соединяем. Поэтому вот мой ответ. Вот, я спец по связям с общественностью. Слушайте, ну, вы вообще-то, да, а чего вы тогда боитесь? У вас все отлично. То есть, просто вам специалист, вот, то есть, мы сразу вот в прямом эфире разбираем карту, да. Человек, солнце в третьем доме, с Сатурном. И вот это сходится, просто, ну, раскатывайте всех, да, то есть, вот это, применяйте свою наглость, применяйте свое острословие, то есть, которое здесь, в принципе, есть. Ну, вообще, причем выбирайте такие сферы, скорее всего, пожарче, погорячее. Вот, Сатурн, тебе более управлять десятым домом. Это вперед ваша, ну, скажем, такая прямая профессиональная такая деятельность. Специалист по связям с общественностью. Во-первых, вы можете выдерживать большие нагрузки, вы можете быть такой немножечко, да, такой напористо, что необходимо. То есть, поэтому вообще, не надо ничего проигрывать, просто размещайте это в своей работе, ну, и выбирайте деятельности, которые такие пикантные какие-нибудь, вообще, будет круто. Так, значит, что нужно проработать Сатурном в первом доме? Чем он вас, чем он вас не, чем он вас, ну, как, не устраивает? На 1-1-1-1-99-888 я только и делаю, что отвечаю на вопросы. К сожалению, у меня один рот, да, и я говорю, только могу отвечать на один вопрос. Поэтому все вопросы, которые есть в ленте, я отвечу позже, после тех вопросов, которые были до того, как я начала эфир. Итак, что нужно проработать Сатурном в первом доме? Во-первых, ничего прорабатывать не нужно, вы им, скорее всего, уже пользуетесь. И вы пользуетесь им, возможно, как человек, который, например, может вызывать ощущение, что этот человек такой дистантный, да, человек-футляр с одной стороны, вас могут воспринимать как человека-руководителя. Поэтому, если вы хотите, например, какую-то должность, там, свою, ну, то есть, например, устраиваетесь на работу, одеваетесь как Сатурн, то есть такая строгая леди, и, пожалуйста, вас будут считывать уже, о, да, это такой специалист, вообще, посмотри, какая крутая, да. Вот, ну, в общем-то, как-то вот так. Размечайте Сатурн этот, может быть, работайте с телом, может быть, вы фитнес-тренер, например, да, вот, и вы, или, например, вы рассказываете, как, например, сохранять архитектуру тела в постоянном, или, например, как работать с позвоночником, да, чтобы он не болел, там, или еще что-то. Ну, вариантов, на самом деле, масса. Как можно пользоваться Сатурном в первом доме? Ну, как один из вариантов, что я руководитель, да, то есть, ну, это самое малое. Или я администратор, я координатор, я администратор онлайн-школы, я администратор, там, вообще, в принципе, своего какого-то проекта. Ну, это вот так вот, да, если в двух словах. Так, 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 так. Так, ну, что, на вопросики такие здесь в ленте, ну, предварительно я ответила, а сейчас я пойду пролистну все вопросы, которые были в самом начале, и, соответственно, сейчас я буду отвечать. Сатурн, да, на это я ответила. Я просто листаю, листаю, да, чтобы так. Ай, чуть-чуть не выключила эфир. Так, фотографии мы ответили, да, что такое. Ай-яй-яй, сейчас, девочки, что-то у меня не крутится. Не крутится, не крутится вопросов. Асцендент Козероги, там и тоже я ответила на этот вопрос. Ну, что такое. В карте Сатурн в седьмом доме, что это значит, уже девчонки ей ответили. Я тоже на этот вопрос отвечала. О, получилось. Транзит на Сатурн к Натальному и Юпитеру. Да, это я тоже отвечала. Так, так, так. Меркурий, Юпитер, Нептун в Козероге. Сатурн в пятом доме, в Скорпионе. Без аспекта. О чем может рассказать? О большой событийности пятого дома. То есть, да, Меркурий, Юпитер, Нептун в Козероге. Сатурн в пятом доме, в Скорпионе. Но здесь получается, что сам диспозитор вот этого стеллиума в пятом доме. Поэтому дети, хобби, я не знаю, бизнес-проекты, выступления на публике. То есть, вот это все. Но здесь вашей ценностью, вашей опорой могут стать дети. Либо же какое-то ваше занятие. Это, в конце концов, например, просто праздный образ жизни. То есть, вы на этом живете, да. Вы думаете, я вот сейчас вот, ну там, Меркурий, Юпитер, Меркурий. Ну, вот я там буду выступать. Буду чего-то кому-то говорить, голосить, например, да, по Юпитеру. Буду свою религию склонять по Нептуну. И это будет моим делом по Сатурну. То есть, да, вообще, в легкую. Так, Сатурн в пятом доме. Там же Солнце и Раху, да. Это вот, а, вы тут написали и там, видите. Вот кто, кто, кто смекалистый, туда вопросики написал. Сатурн на дисценденте в оппозиции к Меркурию. И у ребенка о чем может сказать. Вообще, слушайте, вот честно, Сатурн в оппозиции к Меркурию. Ну, во-первых, это может сказать, с одной стороны, могут сказать, что это типа люди, которые очень тугодумы. Да, это может так. То есть, для восприятия информации для ребенка нужно больше времени. То есть, о чем это говорит? То есть, он не будет быстро читать, например, да, очень четко. То есть, и у них очень хорошая память, как правило. То есть, они очень хорошо запоминают. Поэтому здесь, ну, с одной стороны, я же говорю, можно сказать, что человек тугодум, да, то есть, что он там как-то, что как-то он там будет. Но, с другой стороны, это люди, у которых очень, очень, может быть, хорошая память, такая долгосрочная. И они информацию именно в таком печатном варианте, да, то есть, очень хорошо у них получается ее структурировать. Так, Венера, соединение, Плутон, при том, что Плутон, мужчины в квадрате. Венера, соединение, Плутон, при том, что Плутон, мужчины в квадрате к Венере. Чего ждать? Вот здесь вообще не поняла. Венера, соединение, Плутон, то есть, это у кого? У мужчины в карте. А Венера, при том, что Плутон, мужчины в квадрате к Венере. Это вы синастрию сейчас называете. Ну, то есть, если Венера к Венере, то это говорит о том, что просто, если Венера к Венере, то несоответствие каких-то вкусовых пристрастий, а если Венера к Плутону, то это такое, ну, скажем, сексуальное обличение, как один из вариантов. Меркурий в первом доме, Сатурн в четвертом квадратуру. О чем это может говорить, как проработать? Ну, то есть, смотрите, давайте я вам расскажу про проработку. Прорабатывать нужно то, или там работать с тем, что у вас болит, что у вас не работает, да, или что вам мешает жить. Задайте себе вопрос. О Меркурии, Сатурна, в Меркурии в первом доме, соответственно, вы, получается, может быть, такая болтушка, легкая, ну, такая вот коммуникабельная, может быть, постоянно нужно общаться, или, например, постоянно перемещаться. Сатурн с четвертого дома, то есть, ну, например, ну, здесь как вариант, может быть, в семье кто-то мешает вам, да, то есть, это если событий на такую связь смотреть, например, в семье, какой-то Сатурн сидит там, или дедушка, или бабушка, может, папа говорит, так, ты вот это чего-то там носишься постоянно, да, это вот прямо в таком буквальном смысле может быть, да, или, например, мешает вам там общаться, или мешает куда-то ходить. Вот с одним, ну, то есть, как проработать, здесь, скорее всего, то есть, ну, нужно смотреть другие показатели, да, что мешает. С другой стороны, например, это может мешать, Сатурн может мешать, ну, скажем, приобретение недвижимости. И то нужно смотреть, опять-таки же, управителя четвертого, не только Сатурн. Поэтому, как психологическую черту я немножко рассмотрела, да, то есть, это человек может быть, с одной стороны, туго дума, но если, например, у человека выражены близнецы, и выраженный воздух, там, да, то это будет, ну, шикарный, такой коммуникабельный человек, просто он информацию эту будет очень классно структурировать. Потому что Сатурн очень классно структурирует информацию, поэтому я думаю, что здесь вы можете делать очень классный вывод и писать, возможно, даже тексты, то есть, да, тексты, которые прямо четко, классно, там, где выделено главное. Поэтому, в общем-то, вот так вот. Луна в седьмом доме в оппозиции к Сатурну. В первом доме уже хочется расслабиться. Понимаю вас, понимаю, Луна, Сатурн, это сложное вообще для жизни, для женщины такое положение, да, поэтому Луна в седьмом, Сатурн в первом. Поэтому вы позволяете себе в любом случае отдыхать, потому что если Луна с Сатурном не отдыхает, она себя просто убивает. То есть вы должны, скажем так, Сатурн в первом, то есть вы должны, если, например, прямо вот говорить своему супругу, так, давай мы с тобой договоримся, ты что делаешь? Ты берешь и прямо меня выгоняешь, да, то есть ты мне говоришь, например, ты мой консультант, ты мой, как это сказать, как это называлось, комендант, да, когда дуэли были, ты мой комендант. Значит, когда к Сатурну в седьмом, а, к Сатурну, а, Сатурн в первом, да, ну, в общем-то, ладно, пусть будет Луна, ну, отлично, Луна в первом. И Луна в первом, она заботливая же, да, Луна в седьмом, и она говорит, вы говорите своему супругу или партнеру, там, так, давай, ты мой комендант, и ты мне говоришь, что мне нужно, например, да, прям выгоняешь мне, ставишь мне рамки, выключаешь мне, там, я не знаю, компьютер, или там меня выгоняешь из рабочего места, там, или, например, ну, какую-то там, прям вот мне говоришь, что так, Лилия, да, или Юлия, Юля, тебе нужно отдыхать, вот так вот. Расслабиться на самом деле сложно, и здесь только ваша осознанность, ваше желание, да, то есть потому что и понимание, что так нельзя, что нагрузить на себя больше, это не означает сделать хорошо, просто следите за тайм-менеджментом, да, то есть потому что Луна, Сатурн, она все равно любит все делать по плану, конечно, для нее ужас, когда планы срываются, это просто катастрофа, но с точки зрения здесь просто нужно понимать для себя, что это не катастрофа, только так это лечится. Говорит вам Луна, квадрат Сатурн, потому что я понимаю, о чем я говорю, когда ты себя просто нагружаешь, ты можешь себя убить, на работе ты думаешь, что без тебя не освятиться, потому что только ты сам, и тот человек, который все здесь разрулит, все здесь раскоординирует, только вот ты только сможешь, больше никто не сможет, то есть очень сложно делегировать иногда, казалось бы, казалось бы, Сатурн это такой человек, который запросто может поставить, но в таком, как вот сейчас модно говорить, непроработанном варианте, вот, Сатурнянцы очень сложно делегируют, и очень сложно отдают свое, то есть, да, они такие, ну нет, я сам, я сам сделаю, я сейчас убьюсь, вот, я же такой молодец, я же могу все сделать, все правильно, а все остальные неправильно сделают, поэтому только через осознанность, расслабляйте себе, позволяйте, расслабляйтесь с партнером, потому что у нас в седьмом, я же говорю, возьмите его как коменданта, вот, поэтому вот здесь вот такой, Сатурн во втором, ну что сказать, что сказать, ну, жадничайте иногда, то есть, да, и это дополнительные ниши для заработка, ну и жадничать нужно немножечко, вот, Венера, квадрат, Сатурн, Наталья, ну, Венера, квадрат, Сатурн, Наталья, мужчины, ну что, вот такому мужчине могут нравиться женщины постарше, то есть, Венера, квадрат, Сатурн, бывает, да, такое, вот, они могут нравиться ему постарше, здесь он может действительно, как бы так вот, с одной стороны, то есть, он любовь проявляет через какие-то практичные моменты, то есть, вы можете не дождаться от него, там, цветочков, там, или еще чего-то, но он вам, например, ну, не знаю, купит что-то в дом, или, например, он побеспокоится о том, чтобы вас устроить на работу, то есть, поэтому здесь проявление, такое чувство у Венеры, там, квадрат, Сатурн, да, она может быть, ну, не той, которой привыкли женщины смотреть в мыльных сериалах, да, то есть, цветы, сиренады, там, не знаю, шампанское кольцо, выпил шампанское кольцо, то есть, такого можете не увидеть, ну, то есть, от такого мужчины, но, например, позаботиться о каких-то таких практичных вещах, это да, обратить внимание на женщину, которая занята своим делом, которая какой-то специалист, то есть, да, она его может заинтересовать, вот, всегда ли это отвержение любви, нет, это не всегда отвержение любви, здесь это еще может быть отношение по расчету, тоже, тоже это можно учитывать, так, ага, вот, класс, это вопрос мы отвечали, да, Солнце в соединении, в Сатурн, слушайте, выживать, вы работаете, зарабатываете на этом, и все, и выживать не придется, в Сатурн 10, в квадрате, на Нептун и Марс, как его расслабить, а смотрите, если вы решили, что, например, это Сатурн, именно он вас, например, напрягает, почему, потому что Сатурн, если он не связан у вас, ну, например, не связан с личными планетами, то это, например, ваш начальник просто, который вас может напрягать, да, или, например, какие-то дела с государственными органами, которые портят вам жизнь, это с одной стороны, вот, а если это имеет отношение, то есть, это также отчасти имеет отношение к вашей работе, опять-таки же, всю карту нужно смотреть, и здесь Нептун и Марс, ну, это такая, скажем, творческая, с одной стороны, творческая специальность, такая, вполне, то есть, да, в каких еще знаках непонятно, то есть, в каком второй непонятно, ну, Сатурн, 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 сменов, да, например, мы только что как раз рассуждали, что фотография, это отчасти Сатурн, потому что это память, вот, либо же, так, 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 да, спасибо, пожалуйста, да, я очень рада помочь, если, если кому-то, если кому-то чего-то, еще на себе поняла, что Луна, Сатурн прорабатывает тем, чтобы не просто делать расписание, но и планировать отдых, да, 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 ну, я не знаю, как вас зовут, да, Скорпион, Скорб Венус, да, это, это четко, потому что здесь даже по плану отпуск должен быть, то есть, мы прям должны себе таким вот волевым усилием Сатурна говорить так, я пишу себе заявление, прям можно, прям вот реально, я сейчас не шучу, это мне сейчас в голову пришло, прям пишите, если вы работаете на себя, заявление на отпуск, такой-то, 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 я такая-то, такая Тамара Михайловна, обезуюсь, там, клянусь, да, то есть, слушаю, поминуюсь, свое тело, там, да, свой дух, что мне нужно в отпуск, потому что, если я не отдохну, то меня шарахнет по голове, мне там что-нибудь сломается, вот, я выгорю, и, соответственно, я ничего не сделаю, потому что Луна, это, она, конечно, не может долго находиться в напряжении, естественно, это нам передала наша мамочка, вот, поэтому здесь мы проживаем некий момент мамы, то есть, некий момент, когда мама была, она, то есть, что, она испытывала какие-то сдерживающие обстоятельства, ограничивающие, да, либо у нее чего-то случилось, у меня есть несколько таких уже карт, когда мама во время беременности, вот, когда, ну, женщины, отчасти, потому что женская в основном аудитория, Луна, соединение Сатурн, или, например, квадратура, в основном соединение, почему-то наблюдаю, когда, например, мама могла потерять близкого человека, мама могла потерять, вот у меня один случай, когда мама потеряла свою маму на третьем месте беременности, другой мама потеряла своих детей, то есть, представляете, в каком состоянии мама, мама, получается, была беременная, и отчасти, как нам говорят, то есть, когда ты беременна, ты держишь все эмоции, то есть, ты как бы их замораживаешь, и мамочка, с одной стороны, переживала очень сильный стресс, то есть, она была зажата в эмоциях, то есть, она пыталась выжить просто, да, и как-нибудь даже, даже замкнуться от этой боли, и получается, что люди, отчасти, Луна, с которых есть Луна-Сатурн, они могут быть, отчасти, действительно быть такими, с одной стороны, казаться сухарями, да, а с другой стороны, то есть, это проекция от мамы нам пришла, поэтому здесь, наша задача, в общем, в этой жизни, все это раскопать, очень дает часто соединение, такое депрессивное состояние у человека, то есть, да, когда человек просто депрессует, непонятно, то есть, он чего-то постоянно боится, то есть, постоянно боится за безопасность семьи, у него, как правило, Луна-Сатурн, такое в голове, правило, матриархата, или патриархата, как правильно, то есть, да, такой правильной семьи, такой ячейки, даже если же чего-то не так, то я ничего, я потерплю, я выживу, ничего, я же вон какая сильная, поэтому, в общем, да, опять меня потянуло куда-то, не туда, вы все верно сказали, насчет квадратуры, Меркурий в первом, во льве, в Сатурн четвертом, я посмотрела, у меня управитель четвертого, в третьем, я очень рада, что я, что я как Ванга, уже умею вот так вот говорить, да, управитель Сатурн, Скорпионе, у меня управитель четвертого, в третьем, Сатурн в Овне, в пятом доме, оппозиция, так, Сатурн в Овне, в пятом доме, оппозиция к Луне, Скорпионе, что-то я уже плохо соображаю, Сатурн в пятом, а у Луна, есть ли здесь связь с детьми, не могу забеременеть, Сатурн в пятом, смотрите, да, если он у вас стоит, например, близенько, да, близенько, во-первых, у нас есть, действительно, Луна отвечает за деторождение, я, например, тоже, второго ребенка, так и не смогла забеременеть, очень долго, хотя старалась, но не смогла, у меня Луна квадратура с Сатурн, это один из, это одна из связей, имейте ввиду, то есть, да, одна из связей, это не говорит, что у детей не будет, потому что я знаю много людей, женщин, у которых есть дети, поэтому, то есть, тут сразу, чтобы вы не пугались, вот, поэтому здесь нужно смотреть, что у вас, если Сатурн в Овне, посмотреть, с чего начинается пятый дом, если он начинается с Марса, посмотреть, что с ним, да, в каких он аспектах, Луна в одиннадцатом доме, здесь сразу скажу, что мне пришло, да, здесь есть вероятность, например, если вы, например, если муж, например, да, партнер ваш, например, был, был, был уже, например, женат, или, например, не женат, но у него есть дети, то есть, есть вероятность того, что, например, вот эта, вот эта позиция, она может говорить о том, что вы можете стать мамой для, мамы своего партнера, то есть, отчасти, это вот такая вот история может быть, если по событийности смотреть гороскопа, по поводу забеременеть, здесь Луна в Скорпионе, она тоже здесь слаба, но, опять-таки же, это не говорит о том, что Луна в Скорпионе, она вводна в знаке, в принципе, Скорпион это плодовитый знак такой, поэтому я не могу сказать, что это является таким, тому, что вы не можете забеременеть, если вам ближе к 30, то есть, Сатурн в пятом доме, Сатурн в пятом доме, здесь, как правило, беременности наступают в 30, или за 30, то есть, вот это имейте ввиду, то есть, здесь такая вот история, вот, поэтому, если вы еще молоденькая, то, ну, в общем-то, все еще впереди, поэтому, нам нужно посмотреть еще Венеру, нужно посмотреть четвертый, пятый дом, что там, и просто посмотреть по прогностике, возможно, еще просто не время, и не открылись окна судьбы, вот и все, поэтому, вот такая вот история, ну, что, вроде бы, как вопросики закончились, вот, да, и время, да, мы уже часто проболтали, собиралась на полчаса, вот, в общем, эфир, эфир сохраню, благодарю вас за, благодарю вас за то, что пришли, за то, что задавали вопросы, такие разные вопросы, и за то, что, в общем, послушали такую, может быть, для кого-то нудную тему про сатурнеанцев, вот, все, до новых встреч, пока-пока, пока-пока, пока-пока.